Приветствую вас, я хотел бы начать с того, что вы не задали свой вопрос. То есть вы не положили начало анализу и переработке того, что, собственно, с вами происходит. Потому что вопрос, это, собственно говоря, первое, с чего начинается аналитика. Это первое, с чего начинается работа. Это первое, с чего начинается любая серьезная, важная работа. Аналитика. У вас никакой, никакой абсолютно аналитики, соответственно, нет. И потому, первое, с чего я хотел бы, чтобы вы начали, это именно с нее. Что? С аналитики. А именно, а именно, да, именно. Что значит с аналитики? С того, с чего я хочу, например, от психолога. Например. А психолога я чего хочу? Что мне нужно от... Это первое. Это первое. Второе. Второе. Это анализ того, как вы вообще оказались в этом, вот, положении, в этом состоянии, как вы оказались, вот, в том месте, где вы сейчас находитесь. Как? Как? Ну, вы оказались. То есть, вы же на протяжении всей вообще истории, вы же наверняка отдавали себе отсчет. Что я делаю, да? Зачем я делаю? Как я делаю? Что... Для чего я делаю? Чего я хочу? Понимаете? Вот. Наверное, вы это все делали. Для меня интересует вопрос того, как у вас обстоят с этим дела. Вот. Ну, конкретно. Вот конкретно с этим, как у вас обстоят дела. Следующий момент. Следующий, следующий момент. Это момент такой. Какое желание, какая потребность удерживает вас от того, чтобы двигаться вперед? Давайте подумаем на эту тему. Вы пишите, что ждете, что он вам напишет и предложит переезд. Возникает, конечно, вопрос, а почему вы, собственно, сами не можете ему написать и предложить этот самый переезд, если это для вас так важно, если это для вас так ценно и так далее. Если вы, ну, действительно хотите быть с этим человеком, почему вы сами не напишете ему про этот самый переезд. Вот. То есть, что вас останавливает? Вот именно вас конкретно. Что останавливает? Вот. Значит, вы пишите, что он уехал в другую страну и пытался восстановить рудьбу. Ну, он пытался. Я не могу прийти это, не очень понял, что это значит. То есть, вы не можете предпринять его дружбу? Получается. Так? Столь. Если так, то... А какая, собственно, причина у этого? Ну, удалось, что вы не можете принять его дружбу. То есть, у вас внутри блок какой-то ставит на это или что? Но, опять же, если вы любите человека, человека, если он вам может предложить на данный момент столько дружбу, разве это мало? По вашему мнению? Кроме того, он уехал в другую страну. Вы знали о том, что он уедет? Или вы не знали о том, что он уедет? Если вы знали о том, что он уедет, чем была обоснована ваша надежда, что отношения закончатся чем-то серьезным тогда? Если вы знали, что он уедет. Если вы не знали, что он уедет, то, соответственно, как вы выстраивали свои отношения и к чему пришли, когда он только собирался уезжать? То есть, еще не уезжал, да, но собирался. Вы же, наверное, о чем-то договаривались с ним. Вы же, наверное, что-то планировали, вы же, наверное, ну, на что-то рассчитывали и так далее, и так далее. Вот. И возникает вопрос тогда, опять же. На что вы рассчитывали в таком случае? Так, значит, ну и, собственно, жду, что он мне надмитит и попросит переезд к нему. Что вы сами для этого делаете, да? То есть, по какой причине вы пассивны здесь? Очень много времени уже просто, но я никак не могу пойти вперед, я жду, жду исключаю, но я понимаю, что точно его идеализировало. А какие желания у вас стоят у истоков, скажем так? Вот у истоков его идеализации какие стоят желания конкретно? Ведь если вы его идеализировали, значит, идеализация это способ реализации ваших желаний. Вот что такое идеализация. И если идеализация есть ваше желание, значит, что-то в ваших желаниях вами самой не удовлетворяется. Вот. В следствии чего и возникает такая привязка, ну, к человеку. Вот. Соответственно, вопрос, что это привязка, с чем связано, и так далее. Вот. Это очень важный момент, если мы хотим понять, что с вами происходит. Если мы хотим понять, что, значит, на данный момент у вас, ну, такое вот самое актуальное, да? Вот. Ну, опять же, как это видится мне. Дальше идём. Вот вы пишите, жду, жду и скучаю, да? Попробуйте раскрыть это чувство. Вот, чего вы ждёте? Чего вы ждёте? Чего хочется? На что рассчитываете? Именно вы, вот конкретно вы, на что рассчитываете? Подумайте, какие желания стоят у истоков того, что вы его ждёте. Сейчас. Мне кажется, это, ну, как минимум, поможет вам увидеть, чего вы хотите, и, соответственно, уже, исходя из этого, можно будет дальше двигаться вам, то есть, как только вы поймёте, какие желания или конфликты стоят за тем, что вы испытываете сейчас, вот. Как только вы увидите это, тут же вы сможете двигаться дальше, как это видится мне, но для того, чтобы увидеть, вам нужна помощь, вам нужна помощь психолога и небольшое такое, ну, руководство. Вот. И под этим руководством вы уже можете что-то делать сами. Вот. Ну, опять же, да, если у вас есть желание, судя по тому, что вы говорите, вы говорите, что возвращение, да, то есть, вы уже, наверное, не первый раз задаёте такой вопрос. Если вы задаёте вопрос не первый раз, то, соответственно, работа у вас индивидуально не ведёт. Вот. Ладно, и когда вопрос, а зачем вы задаёте этот, зачем вы задаёте вопрос? Вот. Вот в вашем тексте, да, в нём нет, нет вопроса. Вы говорите, что вы надеялись, что это закончится чем-то серьёзным, вот. То есть, вы надеялись, вот, именно вы, причём, вы говорите, что встречалась с мальчиком и надеялась, то это закончится чем-то, чем-то серьёзным. Вот. То есть, это нужно вам, для чего-то было. Вот и подумайте, что вам нужно было, для чего вам нужно было с ним встречаться и почему вы не могли, например, наслаждаться, вот, временем, который вы проводили с ним. Вот. По какой причине? С чего вы хотели? И я уверен, что вы хотите этого до сих пор. Я уверен, что вам это нужно до сих пор. Вот. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш запрос. Я надеюсь, что помог вам. То есть, соответственно, здесь понятно, что нужна дальнейшая работа. Вот. нужна индивидуальная работа с вами, потому что иначе, ну, никак, иначе вы не выберетесь из того состояния, в котором вы находитесь. Ну, просто потому что созависимость, а у вас именно она, от созависимости не избавляются, к сожалению, самостоятельно. Вот. Значит, нужна индивидуальная работа. Вот. Если будет желание, то выбирайте себе эксперта и начинайте работать в этом направлении. И я думаю, что результат будет достаточно быстро. Вот. Если у вас остались вопросы ко мне, пишите в личку. я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!